Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Павел Танин и в этом выпуске. На лёд не выезжать. Нерадивые водители нарушают запрет и несанкционированно пересекают замёрзшие водоёмы. Личность, вошедшая в историю, в Якутии отмечают 120-летие со дня рождения Максима Амосова. На что потратят? Правительство Якутии утвердило, куда направят бюджетные деньги в следующем году. Госдума во втором чтении одобрила законопроект о продлении материнского капитала. Программа будет работать до конца 2021 года. Документ также предусматривает ежемесячные выплаты за первого ребёнка. Такой возможностью смогут воспользоваться родители, чьи первенцы появятся на свет после 1 января следующего года. А средством от капитала можно будет направить на оплату дошкольного образования. По данным Пенсионного фонда, средний размер платных образовательных услуг для дошкольников составляет почти 30 тысяч рублей в год. Правительство Якутии утвердило, куда направят средства бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Объём доходов составит почти 190 миллиардов рублей расходов чуть больше. Министр финансов региона отметил, что параметры бюджета накладывают на органы исполнительной власти дополнительную ответственность по эффективному и своевременному исполнению. Документ не допускает увеличения установленных лимитов по оплате труда, так же, как и их уменьшение для направления на другие цели. Документ принимались изменения в постановлении, предусматривающие в порядке представления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета, нашими главными распределениями бюджетных средствами, местным бюджетом. Мы предложили установить сроки распределения субсидий до 1 марта и подписания соглашений до 1 апреля. В отношении арктических улосов, поскольку субсидии распределяются по всем 35 районам, то сейчас по предложению первого заместителя правительства Алексея Засимовича предлагается эти сроки еще более оптимизировать, до 15 февраля распределения произвести, до 15 марта подписать соглашение. Сегодня Якутия отмечает 120-летие со дня рождения Максима Амосова. Во всех районах уже проходят торжества, где-то они пройдут в течение дня. Юбилейная дата не обошла стороной и столицу страны. Из Москвы передают наши корреспонденты. Максим Амосов был основателем и первым поспредом Якутии в Москве, о чем свидетельствует мемориальная доска на здании постоянного представительства. Тут же в вестибюле бюст, выдающемуся деятелю народа Саха, куда в юбилейные даты благодарные земляки возлагают алые гвоздики. На торжественном собрании общественности рассказывали о нелегком и благородном пути, пройденном Максиму Амосовым ради светлого будущего своего края. Была презентована книга, специально езданная в серии «Жизнь замечательных людей». Интересно было узнать редкие факты биографии из архивных материалов. Делегация намского улоза преподнесла юбилейный альбом, который пополнит музей постоянного представительства. Максим Кирович Амосов в любом этапе нашего развития, хоть при тоталитарной системе и так далее, никогда народ Саха не забывал. Всегда помнил, гордился ее именем. Но вы земляки, Максим Кирович, возьмите крупную инициативу, крупный проект и разверните, выступите в республике инициативой. И мы, конечно, в преддверии столетия нашей республики, 120-летия Максима Кировича Амосова, обязательно поставим для себя такие цели и задачи, которые рекомендует наш уважаемый первый президент Михаил Ефимович. Владимир Михайлович Гольдберг, зять Максима Амосова, муж Лены Максимовны Амосовой, поблагодарил народ Якутии за бережное отношение к исторической памяти великого сына народа Саха. Наталья Сазунова, Михаил Кулаков, НБК Саха, Москва. Ну а свой профессиональный праздник сегодня отмечают энергетики страны. В Якутии торжества, посвященные профессиональному празднику, пройдут не только в столице республики, но и в районах. Как правило, в этот день энергетические предприятия и компании подводят итоги работы в уходящем году, а лучшим сотрудникам вручают награды. К слову, этот год для якутских энергетиков запомнится знаковым событием. Месяц назад в Якутске официально заработала долгожданная якутская ГРЭС-2. Госдума одобрила инициативу Якутии по сокращению больниц в арктических и труднодоступных районах. Их закрытие теперь возможно только с разрешения специальной комиссии. Главным критерием, которым она будет руководствоваться, станет доступность медицинской помощи в том или ином населенном пункте. С инициативой об изменении процедуры парламент Якутии выступил около трех лет назад. На окружном шоссе Якутска появилась вертолетная площадка. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии». Место обустроили для более оперативной работы санитарных рейсов. Площадка уже работает и принимает вертолеты. Кроме того, работы по улучшению материально-технической базы провели в филиалах компании. Недобросовестный коммунальщик в Ленске не вывозит снег после чистки дорог. Обочины городских улиц буквально засыпаны и убирать их никто не торопится. Такая ситуация повторяется ежегодно и на вопрос, почему обслуживание дорог происходит ненадлежащим образом, у всех своя правда. По словам директора техносервиса, в этом году снега выпало в два раза больше, чем в прошлом. И с таким количеством осадков предприятие не справляется. Техника есть, но ее мало, а выделенных из бюджета средств едва хватает, чтобы задействовать малую часть из них. Однако, под конец года предприятие не освоило все выделенные средства. На остаток 2017 года остается у нас более 2 миллионов 300 тысяч рублей. То есть, можно судить о том, насколько эти работы у нас выполнены. Поэтому, чтобы до конца года это все закрыть, нужно подрядчику постараться работать как можно больше, чтобы освоить эти деньги. Инженерно-геологические работы, планируемые в ближайшие 5 лет в море Лаптевых, нанесут минимальный вред окружающей среде. Об этом представители Роснефти заявили на общественных слушаниях в Аннабарском районе. На встрече население интересовали вопросы обучения и трудоустройства местных кадров, возможности нефтеперерабатывающего производства, финансовое участие в строительстве социальных объектов. Участники внесли ряд предложений по соблюдению республиканского и федерального законодательства, направленные на защиту коренных малочисленных народов Севера. Вопрос возник. Вот, например, выступал математик. Потому что площадь лицензионного участка большая, плотность геологической информации, которая сейчас собрана, она стала уже гораздо больше, но она еще не всегда достаточна для того, чтобы принимать ответственные решения о том, что есть здесь перспективы, нет перспективы. То есть в ближайшее время, если что-то будет развиваться на этих лицензионных участках, о которых я уже сказал, то это поисково-оценочная работа. Компания «Алроса» только в этом году выделила 5,5 миллиардов рублей на охрану окружающей среды. А с 2012 по 2016 годы суммарно расходы на эти цели превысили 27,5 миллиардов. Нынче реализовали два крупных проекта по строительству узла обратной откачки дренажных вод и реконструкции очистных сооружений. А в следующем году руководством «Алмазного гиганта» планируется реализовать экологическую службу для ее более эффективной работы. Подробности у наших коллег. «Алроса» всегда уделяла вопросу охраны окружающей среды повышенное внимание. Не жалела на это средств, реализуя одну экологическую программу за другой. Однако до недавнего времени в подразделениях компаний «Вопросы экологии» курировали разные специалисты. Сейчас этот вопрос решили урегулировать и создать единый экологический центр. Законодательство Российской Федерации ужесточается в отношении как природопользователей, так и недропользователей. Естественно, компания, как одна из главных природопользователей-недропользователей на территории Республики Саха-Якутия, она четко отслеживает вот эти тенденции, вот эти изменения. Поэтому было принято решение, которое сопровождалось именно усилением и стратегически значимым направлением работы именно в охране окружающей среды. Экологический центр «Алроса» начнет работу с февраля 2018 года. В него переведут сотрудников, отвечающих за охрану окружающей среды из всех подразделений. Внедрение геоинформационной системы мониторинга, создание единой базы данных по компании – это лишь малая часть функций новой структуры. Основной задачей природоохранной службы станет разработка новой экологической стратегии. Задачами экологического центра являются разработка природоохранной документации, также остается получение разрешительной документации, непосредственно осуществление производственного экологического контроля. Данный блок усиливается благодаря тому, что специалисты будут заниматься именно вот этой узконаправленной деятельностью. В «Алросе» надеются, теперь работа экологов компаний станет более эффективной. Будет четкое разграничение полномочий, а вся экологическая служба централизована. Для справки, только с 2012 по 2016 годы на природоохранные мероприятия в «Алросе» выделили больше 27 миллиардов рублей. Мария Урцева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Правительство Якутии утвердило республиканские праздники нерабочими днями. В 2018 году якутияне будут отдыхать 27 апреля в день республики и 21 июня в день национального праздника СФ. Также якутияне, как и все жители России, смогут отдохнуть 10 дней на новогодние праздники, а также 4 дня в марте и мае. Выходными будут и три дня с 23 по 25 февраля, совпадающие с празднованием Дня защитника Отечества. Трехдневные выходные ждут россиян с 10 по 12 июня, они совпадут с Днем России и на День народного единства с 3 по 5 ноября. А вот о чем мы расскажем сегодня в вечернем выпуске новостей в 20.44. В профессиональный праздник сегодня отмечают энергетики России. Предприятия подводят итоги работы за год и отмечают лучших специалистов. Чем 2017 запомнился для энергетиков в Якутии. Лучшие спортсмены Федерации спорта, тренеры и журналисты. Сегодня в Якутске пройдет бал чемпионов. На праздники огласят именно лучших представителей спортивного сообщества региона. Водители продолжают выезжать на лед в неположенных местах. Сотрудники ГИМС и ГИБДД провели очередной рейд, что заставляет автолюбителей рисковать своей жизнью и здоровьем. Таковы главные новости к этому часу о развитии событий. Узнаете из следующих выпусков. Хорошего вам дня и до встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok